Жители Барнаула могут проголосовать за общественную территорию, которой, по их мнению, необходимо благоустройство. Уже началось онлайн-голосование по отбору объектов. Подробности нам расскажут гости студии Елена Королёва, начальник отдела благоустройства и озеленения Комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула, и Александр Локтев, заместитель председателя Комитета по экономической политике и собственности Барнаульской городской думы. Здравствуйте. Добрый день. Ну, прежде чем начать нашу беседу, предлагаю посмотреть на экран, послушать, что думают барнаульцы о том, какая территория в данный момент требует благоустройства. Мы, возможно, уже опередили онлайн-голосование и провели свое голосование. Какая территория, по вашему мнению, в Барнауле требует благоустройства на данный момент? Парк юбилейный. А почему? Ну, потому что там неблагоустроено, там грязно, нет скамеек, прогуляться негде. А как его можно было бы устроить? Может, какая-то растительность аттракционная? Ну, пересадка деревьев, возможно, забор поставить новый, я не знаю, там, фонари, тротуары и тому подобное. Новый монотек, горы, как они здесь, микрорайоны, там одни эти стоят, ручки, больше нет этих, деревьев даже нет. Посадить. Вы имеете в виду микрорайоны Балтийское Усково, да? Ну, да. Мне кажется, район там, где Георгий Исаково, на самом деле, даже там, если есть Ильея, но сам район по себе недостаточно благоустроен, мне кажется. Там не хватает именно растительности каких-то цветов, какой-то, возможно, каких-то арт-объектов, по-моему. Там поток. А какое именно место на потоке? Ой, какой там поток. Ну, вот эту площадку-то там оборудовали, конечно, а вот туда дальше, к Петросухово, туда, где частный сектор, там, конечно, бы что-то получше было бы. Детские площадки были, еще бы вот такое. Там зелени много, а вот детских площадок маловато для ребятишек. Юбилейный парк, потому что он нуждается в благоустройстве. Юбилейный парк, по-вашему, не случайно звучит? Ну, дело в том, что у нас на голосование выставлено 39 общественных территорий, в том числе и парк юбилейный, и большая территория, которая требует благоустройства. Но каждая из территорий, она необходимо благоустраивать. То есть с администрациями районов, совместно с жителями, с администрацией города проведена инвентаризация каждого из участков. Определена потребность, что необходимо. В большинстве участков необходимо провести работы по посадке зеленых насаждений, по укладке тротуарной плитки, пешеходных дорожек и, конечно, детских и спортивных площадок. То есть я думаю, что жители, голосуя с 26 по 30 мая, обязательно выскажут нам свое мнение, что и первочном порядке нужно. Вот вы говорите, определили ли они территории, их 39, по какому принципу их определяли, кто списки подавал? Жители города обращались у нас в администрации района. Администрации района с участием, конечно, специалистов, агрономов, они сформировали инвентаризационную комиссию, которая и в итоге утвердила, что на территории города Барнова у нас 55 участков общественных территорий требует благоустройства. Поэтапно мы выполняем работы по благоустройству территорий, и вот уже, наверное, с 2017 года выполнили благоустройство на 11 территориях. Все остальные работы мы должны завершить в ближайшие несколько лет. Ну, по сути, первоначальный посыл, он идет именно от наших жителей. Ряд участков, в каждом районе отобраны территории, да, которые жители хотят, чтобы рядом с его домом общественная территория была благоустроена. Да, я соглашусь с Еленой. Все-таки вот если человек живет в индустриальном районе, ему и общественная территория этого района интересна в первую очередь. Поэтому очень интересно, как пройдет голосование. Ну вот голосование уже началось, люди активность проявляют или еще пока тихо в этом вопросе? Ну, у нас данные будут, итоги подведены после завершения голосования, это после 30 мая. Тогда мы сможем, да, что-то сказать, ну понятно. Вы курируете всю эту работу, каким образом, что входит в ваши обязанности? Да, ну вот мы с коллегами-депутатами и с общественниками нас распределили по определенному количеству объектов. Вот, у меня по большей части это объекты индустриального района. И жители, зайдя на сайт, за точкой городсреда.ру, ну соответственно, чтобы провести голосование, они могут увидеть, что за каждым объектом закреплен свой куратор. Ну, соответственно, я по нескольким объектам. Они могут позвонить или написать на электронную почту, дабы узнать всю информацию по данному объекту. Что будет сделано, когда, как проголосовать. Ну, любого рода вопросы могут задать. Ну вот, Коль, уже заговорили о том, как проголосовать, давайте об этом и поговорим. Как проголосовать? Да, я, если честно, на своем примере все это прошел, дабы потом жителям спокойно объяснять. Мне казалось, очень сложный процесс. Я вот, готовясь к интервью, тоже уже попыталась ознакомиться со всей процедурой и не до конца поняла. Ну, я бы так не сказал. В целом, ничего сложного. Нужно зайти на сайт, повторюсь, за точка города, среда.ру, вот, нажать кнопочку проголосовать. Там выйдет список всех объектов в городе Барнауле. Вот. И далее будет два варианта совершения голосования. Либо через госуслуги, да, то есть система автоматически сочетает человека, идентифицирует его, ну и дальше выведет на кнопку голосовать. Либо стандартное для нас уже такое классическое голосование через смс-сообщение. Ну вот я выбрал второй путь. Вот смс-сообщение. Определенный номер, по которому можно отправить свой голос? Знаете, там, то есть, получается, кликаешь на кнопочку по смс-номеру и вводишь свой номер телефона, и тебе идет звонок. Последние цифры данного звонка нужно ввести в окошко. И все. И дальше уже выходим на голосование. Выбираем самый понравившийся объект, кликаем голосовать. Ну вот мне кажется, что наибольшую активность, в принципе, во всех вопросах традиционно проявляют люди старшего поколения. Тут общественность, бабушки, которым не все равно, как говорится. Ну и вот эта история, вот именно вот этот процесс голосования для них может быть достаточно сложным. Есть ли какие-то еще другие способы проголосовать? Да, безусловно. Администрация города как раз и предусмотрела второй тип голосования очный, так называемый. То есть будут работать волонтеры в торговых центрах Galaxy и Pioneer, а также в многофункциональных центрах. И помогать всем желающим по будням односменно и по выходным, две смены. Ну то есть волонтеры также подведут к электронным устройствам и вот как бы весь путь пройдут с человеком, желающим проголосовать. Они можно подойти. Как понять, что это именно этот самый волонтер по какой-то одежде, бейджикам или как? Конечно, у них будет форма, у них будет кепка, у них будет стенд, куда можно будет обратиться. И, конечно, оборудование электронное, где можно будет осуществить процесс голосования. Кстати, еще интересное замечание. На сайте, когда уже подходишь к финишу, чтобы нажать кнопочку «Голосовать», там написано, сколько человек проголосовало за данный объект. Ну и так примерно можно уже увидеть рейтинг. А проголосовать можно за один объект или там, может быть, мне три хочется? А нужно за один. Только за один. Только за один, да. А как-то будет контролироваться вот этот процесс честных выборов, так скажем, что с одного абонента один голос и не больше? Или можно будет как-то ухитриться? Я думаю, что через госуслуги понятно, идентификация человека. Да, здесь действительно все проследили. По смс-сообщению аналогично, то есть номер телефона привязан к человеку. Но в данном случае я, как желающая повлиять на эту территорию, чтобы ее благоустроили, могу подключить всех своих друзей, всю свою семью, чтобы они со своих телефонов... Да, это абсолютно нормальная активность граждан, которые желают, чтобы их территорию именно благоустроили. По опыту прошлых лет, вот как вы видите, активно люди голосовали? Понимают ли они, что их мнение очень важно? Конечно. И особенно, наверное, период активности, да, как бы выражение мнения под конец завершения голосования. То есть сейчас вот люди только ознакомливаются с участками, получают всю информацию, пробуют, как голосовать, да. То есть, а вот именно в конце рейтингового голосования у нас ежегодно проводится, с 2018 года мы так уже проводим процесс голосования. Правда, в текущем году он немножко своеобразен, да, то есть отличается от предыдущих лет. Но именно, наверное, под конец завершения голосования наиболее активность проявляется. А напомните, в минувшем году какие территории, ну или позапрошлом году, какие территории уже преобразились благодаря вот этому голосованию, мнению жителей? Чтобы вот действительно понять, вот тут пустырь в свое время был, в районе женского монастыря, мне кажется, совершенно была заброшенная поляна, и теперь такой симпатичный сквер, вот буквально вчера я там гуляла. Это среди первых объектов, которые мы сделали в рамках комфортной городской среды. А, наверное, среди последних, всем полюбившиеся, это парк Изумрудный, где у нас можно гулять по дорожке, велосипедной дорожке воспользоваться. То есть освещение очень красиво сделано. И в текущем, конечно, году рассматривается вопрос, что будет продолжена благоустроительная работа, как бы, ну, очень хороший объект. Ну, и даже вот у меня на округе, в железнодорожном районе, ну, замечательная аллея Георгия Исакова, и велосипедная дорожка, и пешеходная дорожка. То есть освещение, тротуарная плитка уложена, ну, замечательно. Люди довольны и очень благодарны. Ну, вот я уже говорила, что наибольшую активность, как мне кажется, в голосовании проявляют люди взрослые. Если молодежь решит тоже оставить свой голос, есть ли какие-то ограничения по возрасту? Да, у нас есть ограничения, только люди, молодежь свыше 14 лет. Может проголосовать, да. И прописка у нас предусмотрена только на госуслугах. Второй способ прописки не предусматривает. Вот вы уже в начале беседы сказали, что подведем итоги, только тогда узнаем территории, которые стали лидерами. Предположим, примерно общее количество голосов будет за пять территорий. Ну, имеется в виду большое количество голосов. Как будем определяться в этом случае? Сколько мы сможем благоустроить? Дело в том, что администрация Алтайского края заключила соглашение и на этот год на текущий, и ежегодно данное соглашение заключается, в рамках которого предусматрено благоустройство не менее двух территорий. То есть две территории, они обязательны для благоустройства. Главное, чтобы объем финансирования на благоустроительные мероприятия нам позволили выполнить абсолютно все работы. Потому что ежегодное бюджетное финансирование составляет из трех уровней бюджета чуть больше 100 миллионов рублей. То есть две территории, я надеюсь, что мы в следующем году сделаем. А вот эти вот три, которые тоже очень-очень хотелось бы... Они будут включены в список для голосования на следующий год. То есть шансы еще как бы... В случае, если в рейтинге займет первое место, конечно, они будут благоустроены в дальнейшем. Все честно, два победителя, они и получают финансирование. Когда приступают к работам, если территории уже определены, сразу ли или еще какой-то подготовительный этап предстоит? Очень большой интересный процесс нам предстоит. То есть мы с вами 30-го числа завершаем процесс голосования. В течение трех дней подводятся итоги голосования. В дальнейшем администрация города планирует разработать эскиз только на основе мнений жителей. То есть возможно будет проведение, скорее всего, опросника среди жителей нашего города, что они хотят видеть на данной территории. Тем более сейчас мы уже с вами не знаем, какая территория. То есть можем только предполагать, что бы мы хотели видеть. А когда жители узнают, какая территория будет выбрана, то есть уже здесь пойдет конкретика, хотим ли мы там видеть парк, пруд, освещение, может быть, спортивные какие-то площадки. После проведения опроса готовится эскиз. Потом ведется работа по разработке проектно-сметной документации. Планируем мы в текущем году уже завершить работы по проектно-сметной документации в осенний период. Соответственно, после того, как в ходе подготовки проекта мы узнаем, сколько будет стоить благоустройство, будут размещены аукционы на проведение работы в текущем году. И как только следующий год наступает, снег у нас с вами позволяет провести геодезические работы, предварительные работы, конечно, подрядчик будет заходить и выполнять уже с началом сезона. Мы с вами говорим про 2022 год. Как только наступит сезон, благоприятный для строительных работ, так и начнем. По вашему мнению, минутка буквально осталась до завершения эфира, почему необходимо голосовать, почему необходимо и важно проявлять активность. Потому что многие как думают? А, уже за меня все решено. Это абсолютно не так. Я повторюсь, посыл идет именно от жителей. Соответственно, насколько максимальную активность жители покажут, настолько и важность тому или иному объекту они придадут. Поэтому, повторюсь, чем больше они найдут сторонников и людей, у которых действительно этот объект важен, тем больше вероятность у них рядом появится благоустроенная общественная территория. Поэтому мы приглашаем всех принять участие в данном вопросе абсолютно, пригласить своих родителей, друзей, знакомых. И для города это будет очень важно, услышать мнение жителей. Да, ваше мнение очень нужно, и это абсолютно несложно. Ну, проявляем активность, делаем все, чтобы город Барнаул с каждым годом становился только краше. Спасибо, что нашли время и пришли к нам в студию. Спасибо. Ну, а я напомню, что сегодня у нас в гостях была Елена Королева, начальник отдела благоустройства и озеленения Комитета по дорожному хозяйству, благоустройству транспорта и связи города Барнаула, Александр Локтев, заместитель председателя Комитета по экономической политике и собственности Барнаульской городской думы.